В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Игра с жизнью. МЧП на озере в поселке Аликаново. Рыбак провалился под лед и около получаса провел в воде. Новые подробности истории о гибели лошадей. По словам зоозащитников, руководители конного завода обманули власти и контролирующие органы. И один из крупнейших частных банков России отправлен на санацию. В профсвязь банки введена временная администрация. Пасмурная и теплая погода не дает льду на водоемах окрепнуть. В МЧС предупреждают, выходить на лед опасно для жизни. Но любители зимней рыбалки в этом случае играют не с огнем, как в известном выражении, а с жизнью. Каждую неделю в СМИ появляется информация о провалившихся под лед рыбаках. Не все истории со счастливым концом. С начала зимы уже несколько случаев гибели. В пятницу рыбак провалился под лед на озере в поселке Аликаново, продолжит Анна Герцовская. Сигнал о терпящем бедствии рыбаке поступил в пожарную часть поселка Мурмина из центрального пункта связи города Рязани в 9.20 утра 15 декабря. Спасатели сразу же выдвинулись на место происшествия. В этот момент на озере в поселке Аликаново уже вовсю разворачивалась борьба за жизнь тонущего рыбака. На помощь ему пришел еще один любитель подледной ловли, который только приехал на водоем. Я тоже зашел на лед, а он пошел дальше и посредине озера провалился. Я подбежал ему, забурил бур, привязал его к буру и побежал в деревню за людьми. Люди пришли, прибежали хорошо, отозвались, принесли веревку метров 30, лестницу и мы втроем вытащили его на лед. Рыбак среагировал, который помогал ему очень оперативно, не испугался. В первую очередь, что похвально, что у него были с собой средства спасения, это элементарная веревка. Он подошел, забурил бур рядом с терпящим бедствием человеком, завязал ему петлю на руку и привязал к буру, чтобы человек просто не утонул. По приблизительным подсчетам пострадавший провел в воде 20 минут. После того, как его вытащили на лед, к месту происшествия первым подоспел пожарный расчет из Мурмина. Первую помощь ему оказали, люди сняли с себя куртки, чтобы его согреть, потому что, знаете, вода холодная сейчас и переохлаждение человека может привести к смерти. Ребята, наши пожарные, взяли боевку, тоже украли боевку свои, то есть бывая одежда, которая у них находится в расчете. С начала нынешнего зимнего периода это уже второй подобный выезд для этого пожарного расчета. Для первичной помощи утопающему каждый пожарный автомобиль оборудован лестницей и другими спасательными инструментами. В расчете у нас находится спасательный круг, конец Александрова и спасательная веревка, пожарно-спасательная веревка, длина которой 30 метров. То есть эти все средства первичные мы применяем для спасения людей на воде. Сразу же после приезда пожарных на место прибыли спасатели, глава поселения, а затем и другие оперативные службы. В состав бригады спасателей обязательно входит медицинский работник. В их автомобиле имеется все необходимое оборудование для работы на воде и под водой, акваланги и специальная одежда, а также сухие вещи для потерпевших. Сразу спасатели его переодели в сухую одежду и посадили отогревать в автомобиль. После этого подоспевшая бригада скорой помощи доставила потерпевшего в Рязань в БСМП. Сейчас мужчина 49-го года рождения находится в реанимации в тяжелом состоянии. Стоит сказать, что в любой чрезвычайной ситуации на воде все службы готовы немедленно реагировать на происшествия. Лишь только самим людям остается быть предельно внимательными, чтобы не оказаться в трудном положении. В последние дни в Рязанской области заморозков практически не было. Всем любителям подледной ловли нужно дождаться лучших времен. Я думаю, что рыбакам сейчас не стоит до мороза выходить на лед. Около берега лед нормальный, а промоины есть посредине озера. Лед тонкий и промоины. Так что можно утонуть. На глубине лучше не ходить рыбакам. Так что я советую рыбакам пока придержаться до мороза. Главное управление МЧС России Рязанской области также в очередной раз напоминает, что лед становится крепким, когда его толщина составляет не менее 12 сантиметров. И даже в этом случае все рыбаки должны иметь при себе средства спасения. Хотя бы элементарные длинные веревки с грузом, чтобы спасти себя или товарища. Заряженный мобильный телефон и другие предметы, которые помогут сохранить вам жизнь. Например, нож или гвозди, которыми можно зацепиться за лед, чтобы выбраться из воды. Анна Герцовская, Роман Вихров, телекомпания «Город». Банк России проведет санацию Промсвязьбанка. Банк России принял решение о вводе временной администрации в Промсвязьбанк и его оздоровлении по новой схеме с участием Фонда консолидации банковского сектора, говорится в сообщении регулятора. Это означает, что банк продолжит работу в привычном режиме. В Рязанской области работают пять отделений банка, четыре в Рязани и один в Касимове. В Рязанской области продолжается незаконная охота. На этот раз сотрудники природоохранной прокуратуры в ходе рейда выявили факты незаконного убийства кабана. Двое жителей Михайловского района задержаны за незаконную охоту на территории местного охотохозяйства. Выявлен факт незаконной охоты двумя жителями Рязанской области, которые с применением незаконных орудий лова, самолов, так называемый удушающая петля, была добыта одна особь кабана. В результате этих действий незаконных был причинен ущерб животному миру, который составил 105 тысяч рублей. Также прокуроры выявили факты незаконной рыбной ловли с помощью запрещенных средств – рыболовных сетей. Случай зарегистрирован в Касимовском районе. Местный житель теперь заплатит штраф. А в Путятинском районе прокуроры зарегистрировали незаконную вырубку деревьев. Выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений неустановленными лицами, которыми в период с августа по ноябрь было срублено 14 деревьев породы дуб. Ущерб в общей сложности составил более 2,5 миллионов рублей. Руководители Рязанского конного завода обманывают представителей правительства и контролирующие органы региона. Такое заявление сделали рязанские зоозащитники. Борцы за справедливость нашли доказательства гибели как минимум 6 лошадей в ноябре, а также сообщили, что сейчас предприятие находится на завершающей стадии банкротства. По словам зоозащитников, теперь Владимир Храпов говорит о том, что не является исполнительным директором ООО «Рязанский конный завод», а занимается поставкой корма для предприятия. Анна Каляпина, чей адвокат выступал с оправдательными комментариями в тот момент, когда завод посетил министр сельского хозяйства региона, также не имеет отношения к данному предприятию. Она в сельском хозяйстве совершенно ничего не понимает, тем более не разбирается в коневодстве. И ей совершенно наплевать на судьбу этих лошадей. Анна Каляпина – это дочь хозяина Рязанского конного завода. На нее переписаны земельные участки, но вот именно этот участок и именно эта конюшня сейчас находятся под процедурой банкротства и на Анну Викторовну не переписаны. То есть это все лежит в открытом доступе. Как проверяющие органы, собственно, не удосужились этим воспользоваться, непонятно совершенно. Генеральный директор и учредитель предприятия Душутин Виктор Иванович. В прошлом судимый, что подтверждают нынешние волонтеры конного завода и другие наблюдатели. По словам бывших работников предприятия, именно под руководством этого человека завод пришел в упадок. Никогда лошадей голодом мы не морили. На моем веку, когда я работала, такого не было. Когда вы работали, там кто-нибудь вообще с лошадьми занимался, объезжали? А как же! У нас спортсменов было, 8 человек спортсменов было на спортивном отделении, на отделении тренинга. Мы выезжали на соревнования, мы участвовали в испытаниях каждый год, мы завоевывали копки. И вот самый последний при моей работе, вот в 2015 году, нас наградили в Москве Кубком Отечественного конного заводства на всероссийские соревнования «Гордость России». То, что мы, как лучший завод, производитель тракининской породы лошадей. По словам бывших работников завода, которые уволились в 2015 году, тогда лошади были упитаны. В среднем за год погибало не более трех голов. Сейчас же, после широкой огласки проблем предприятия, в новостях начали появляться оправдательные репортажи и статьи, где говорится о том, что скандал с больными и погибшими лошадьми спровоцировали люди, которые хотят перекупить земли завода по бросовым ценам. На конюшне стоят лошади частных владельцев, арендаторов. И эти лошади кормились постоянно. То есть они не худые. Их выпустили, судя по последнему репортажу с участием министра сельского хозяйства, их выпустили в общий табун для того, чтобы разбавить вот эти вот кости. Самых худых, самых страшных или спрятали, или с ними что-то сделали, неизвестно. Но ни в репортаже не мелькнула кобыла с большой опухолью на ноге, с которой она ходит уже год, и ей не оказывалась ветеринарная помощь. Значит, не показали в репортаже самых худых лошадей. Это подсосные кобылы с жеребятами. У меня такое ощущение, что им показали не все поголовье. То есть им не показали самых страшных и худых лошадей, а именно маток тракенинской породы. Я там видела тяжеловоза показали, потом спортивную лошадь показали. А маток, такое ощущение, что их или утаили от них, от проверяющих, или же, как говорит Дмитрий Игоревич, что я смотрю, все лошади в порядке, или он как зоотехник ничего не понимает, что ли. Зоозащитники также подтверждают, что в последних репортажах и восьмимесячные жеребята являются недокормленными, с виду им не более трех месяцев. Более того, активистам удалось подтвердить падение как минимум шести голов за ноябрь. То, что на этом заводе, не вызывает сомнений. Они пытаются юлить, говорят, что это на каких-то соседних конюшнях. Нет, там на фотографиях присутствует здание и внутреннее убранство, так сказать, данной конюшни. Значит, данная конюшня частная собственность, но это частная собственность ООО «Рязанский конный завод». По фото и по видеоматериалам, в том числе и вашей телекомпании, скажем так, видеоподтверждение падежа трех голов. По еще пяти головам подтверждение, далее списочное в Институте коневодства. В это же время, буквально на днях, Госдума увеличила срок по этой статье Уголовного кодекса с максимальным сроком лишения свободы до трех лет. Глядя на все происходящее, зоозащитники и неравнодушные люди не намерены сдаваться. Они переживают за общее наследие России, за тех лошадей, которые были привезены в Рязань после Второй мировой войны из Германии. Люди обеспокоены и тем, что последний потомок пепла – лошади, победивший на Олимпийских играх в 1972 году, в этом году погиб. Чтобы защитить оставшихся лошадей, зоозащитники сейчас обращаются к депутатам Госдумы, в прокуратуры, в суды. В это время рязанские казаки обратились к депутату Государственной Думы Наталье Поклонской, а также к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Настал тот этап, когда люди перестали надеяться на региональные министерства и ведомства, которых, по мнению зоозащитников и бывших работников завода, нынешние руководители предприятия сумели обвести вокруг пальца и пустить им пыль в глаза. Анна Герцовская, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Группа вооруженных лиц проникла на одно из предприятий и захватила заложников. В пятницу сотрудники оперативного штаба в Рязанской области провели учения. За их ходом следил и наш корреспондент. Цель мероприятия – отработка взаимодействия силовых структур, органов власти Рязанской области, других организаций при проведении контртеррористической операции на объекте промышленности. Акционерное общество «Русская пивоваренная компания». По сценарию учения, группа вооруженных огнестрельным оружием лиц проникла на территорию предприятия, захватила заложников и заминировала емкость с химически опасным веществом. Под угрозой убийства заложников и взрыва выдвинуты политические требования. Силами и средствами оперативного штаба реализован комплекс неотложных мероприятий, направленных на пресечение террористического акта и обеспечение безопасности сотрудников предприятия и населения города. В результате проведенных переговоров склонить террористов к отказу от противоправной деятельности не удалось. В ходе проведенного боевого мероприятия они были нейтрализованы, заложники освобождены. Пострадавшим своевременно оказали медицинскую помощь. Учение продемонстрировало готовность сил и средств оперативного штаба в Рязанской области к пресечению акта терроризма. Военная кафедра при Радиоуниверситете существует с 1952 года. За более чем полвека высшее учебное учреждение подготовило около 25 тысяч офицеров, войск связи и войск ПВО. После обучения в течение двух с половиной лет студенты получают лейтенантские погоны. На торжественном мероприятии присвоения звания побывал Валерий Седов. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! Вольно начальнику военной кафедры приказ министра обороны доличного отстава 200. Ниже поименованных граждан, успешно завершивших обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на военной кафедре при Федеральной государственной образовательной организации высшего образования по окончании образовательного учреждения зачистить запас с присвоением им личного номера и воинского звания лейтенант преподавателям военной кафедры вручить погоны. Четкий строевой шаг и военная выправка. Некогда мальчишки теперь по праву могут называться мужчинами. Они получили лейтенантские погоны. Военная кафедра радиотехнического университета готовит офицеров и солдат запаса для вооруженных сил, специалистов войск связи и специалистов по радиоэлектронному оборудованию войск ПВО. Обучением студентов занимаются кадровые офицеры. Преподаватели передают многолетний, в том числе и боевой, опыт службы в войсках и знания по эксплуатации техники. Военная кафедра располагает хорошей учебно-материальной базой, полностью укомплектована современной штатной военной техникой. Широко используется база военно-учебных заведений и воинских частей Рязанского гарнизона. Обучение проходило, на самом деле, очень интересно, так как зачастую мы сталкивались, так скажем, с реальными проблемами военных при службе в армии, допустим. И финальным, собственно, аккордом всего этого действия стали сборы. Мы выезжали в Московскую область, это город Краснознаменск, и там уже, так скажем, реально военная служба у нас проходила, реальные военные части, и мы общались с реальными военными. Впечатление очень интересное, нам очень понравилось. С 2014 года военная кафедра радиотехнического университета проводит подготовку солдат запаса в соответствии с поручением президента. После обучения студент также получает военный билет и становится рядовым запаса. В обоих случаях это никак не сказывается на процессе обучения. Ребята получают как военные знания, так и профессиональные. Поступал на военную кафедру специально для этого, потому что это своеобразная экономия времени в будущем. Если пойду далее, ну, свяжу свою жизнь с военной какой-то специальностью. Потому что, ну, сейчас об этом загадывать еще рано, но кто знает, как у нас сложится все дальше. 14 декабря состоялась встреча президента Российской Федерации с ветеранами военно-промышленного комплекса. Он отметил, что сейчас гособоронзаказ выполняется на 100%. И что специалисты этой области широко востребованы в нашей стране. Поэтому те знания, которые уже получили студенты радиотехнического университета, точно пригодятся в будущем. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. В Рязанском медицинском университете прошла ежегодная научная конференция. Студенты, педагоги РЯСГМУ, а также гости из Москвы обсудили наиболее важные проблемы современной медицины. Продолжит Ирина Ковалева. Наука невозможна без практики, так же, как и практика без науки. Именно поэтому руководство Рязанского медицинского университета имени академика Павлова всегда уделяет большое внимание научному развитию. Так, в ВУЗе регулярно проводятся различные мероприятия, на которых студенты имеют возможность познакомиться с новейшими медицинскими тенденциями. В их числе и ежегодная научная конференция, которая стартовала в РЯСГМУ в пятницу 15 декабря. Участие в ней приняли профессорский состав ВУЗа, представители Министерства здравоохранения и районных больниц, медики из Москвы, которые поделились своими достижениями в узких областях медицины. И, конечно же, студенты. Это говорит о том, что достаточно большой интерес имеет конференция в университете и как площадка для обмена опытом, мнениями, она действительно эффективна и нужна. Я желаю, уважаемые коллеги, успешной работы. Я надеюсь, что сегодня прозвучат новые идеи. На студенческих секциях прозвучат новые идеи. И, может быть, появятся те, кто заболеет наукой. В этом году программа научной конференции невероятно разнопланова. Доклады спикеров затронули проблемы педиатрии, урологии, стоматологии. Пленарное заседание было посвящено актуальным вопросам кардиологии, болевому синдрому и онкологической настороженности. Многие доклады сопровождались реальными примерами из практической деятельности врачей. Безусловно, одной из главных целей конференции является донесение до молодых врачей информации, которая в будущем может спасти жизнь их пациенту и привлечение их в науку. Большое количество сегодня нашей молодежи в зале, я думаю, что это очень будет полезно и ценно для того, чтобы вы увидели на самом высоком уровне те тенденции науки, те достижения, которые достигнуты уже, для того, чтобы у вас появился пусть уже или на младших курсах, или на старших курсах интерес к науке. Занимайтесь наукой, это интересно, это дает развитие в целом будущему врачу. Вечером того же дня стартовала ежегодная студенческая научно-практическая конференция. В этом году было организовано 22 секции, на которых студенты смогли поделиться своими научными исследованиями в различных областях медицины. Моя доклада посвящена работе, изучению строения стенки сосудов в раке молочной железы. И мы хотим выявить взаимосвязь между диссеминацией опухоли и строением стенки сосудов, что в дальнейшем может упростить диагностику и разработать, может быть, позволит разработать какие-то новые методики терапии. Дмитрий Сураев, студент пятого курса, председатель студенческого научного общества РСГМУ. Наукой он влекся довольно давно. Как и все студенты вуза, Дмитрий понимает, что рост в профессиональном плане возможен только при подкреплении практических знаний научными исследованиями. К счастью, материально-техническая база РСГМУ позволяет заниматься наукой без отрыва от учебы. Ну а подобные конференции способствуют повышению интереса всех студентов к научным проблемам медицины. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». МЧС предупредила рязанцев о сильном тумане. Явление сохранится до конца суток 15-го, а также ночью и утром 16-го декабря. Видимость на дорогах, по словам спасателей, составит всего 200 метров. Всех автолюбителей просят быть предельно внимательными на дорогах, не превышать скорость и не совершать обгон при плохой видимости. На этом у меня все. Напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте. Я прощаюсь с вами до завтра. Мы подведем итоги этой недели. А пока хорошего завершения дня. Субтитры создавал DimaTorzok